Фонд развития гражданского общества опубликовал очередной 10-й рейтинг эффективности глав регионов России. Михаил Игнатьев поднялся на 9 пунктов и занял 37 место из 83. Руководители двух субъектов федерации, Республики Коми и Иркутской области, в данном исследовании не участвовали. Список губернаторов состоит из трех групп. Руководители с очень высоким рейтингом, высоким и средним. Глава Чуваша Михаил Игнатьев входит во вторую группу. У него 68 баллов по 100-бальной шкале. Методика рейтинга построена на основе пяти тематических модулей. Первый объединяет социологические исследования Фонда общественное мнение и экспертные оценки. Второй модуль основан на данных Федеральной службы государственной статистики. В третьем модуле оцениваются показатели социального самочувствия регионов. В четвертом экономическая ситуация в субъектах. В пятом модуле анализируется медиасоставляющая деятельности глав регионов. Мы видим положительную тенденцию. Помним, что в прошлом рейтинге он был на 46-47 месте. В этом рейтинге он на 37-38 месте. И это высокий рейтинг. Очень хорошо, что Михаил Васильевич Игнатьев преодолел все эти понижающие коэффициенты. Это было шесть позиций. И три позиции еще дополнительно он прирастил на основании обычных традиционных показателей. Это говорит о том, что все-таки Михаил Васильевич работает эффективно. И все-таки реализуются планы, реализуются обещания. В том числе и предвыборные обещания. И, конечно, очень здорово, что есть позитивная тенденция. И она укрепляется. Поэтому, со своей стороны, я хочу подчеркнуть, что работа двигается в командном режиме. И это очень важно. Потому что, если есть слабые зрения в команде, то, конечно, такого результата бы не было. Поэтому видно, что он тщательно следит за назначенным правительством, за назначенными выбранными кадрами в своей команде. И очень трепетно относится к мнению людей, к мнению журналистов. И он понимает, что он работает для людей, работает для общества. Поэтому очень важно слышать, воспринимать сигналы, которые ему посылаются, и двигаться вперед. Повышение рейтинговых позиций главы Чувашской республики Игнатия Михайловича в сентябре, конечно же, в первую очередь вызваны единым днем голосования, которые прошли 13 сентября. И, как вы знаете, 65% оказали поддержку кандидату в главу Чувашской республики Игнатия Михайловича. Благодаря этой поддержке он стал сегодня главой Чувашской республики. Конечно, это не могло не сказаться на рейтинге. Сегодня уверенно можно сказать, что итог и результат рейтинга сентября – это работа не одного дня. У него есть реальная возможность усилить и подняться в этом рейтинге выше. Это целеустремленность, работоспособность и, конечно же, самое главное – желание работать, что мы все видим. И что сегодня очень важно, наверное, не только для нашей республики, не только для нашего главы, очень важно, что Игнатий Михайлович не дает пустых обещаний. В этом плане очень сдержан. И если что-то говорить, то, конечно же, стремится притворить это в жизнь. Это стоит дорогого.